Рабочие поездки Михаила Игнатьева по районам республики плавно движутся к своему завершению. На этой неделе очередь дошла до Маргаушского района. Какие изменения за последние полгода произошли в муниципалитете, узнала наша съемочная группа. Робкие улыбки и слезы радости. В Большом Сундере вручили ключи от 15 квартир юношам и девушкам, которые рано остались без родителей. Из нового дома всегда должен доноситься детский смех, подчеркнул Михаил Игнатьев. И, судя по всему, ждать этого осталось недолго. Я очень люблю с тобой в данном месте. И в этой квартире, новой, моей, я хочу, чтобы ты жила уже моей женой здесь. Ура! Молодежи в Маргаушском районе становятся больше с каждым годом. 18 молодых специалистов пришли в центральную районную больницу по программе «Земский доктор». Главный врач отметил, что кадры поступили не только из Чувашии, но и со всех уголков страны. Привлекают медиков, по общему мнению, местные климатические условия и спокойная обстановка. Программа поддержки молодых специалистов действует в республике не первый год. Особо зарекомендовавшие себя работники могут претендовать на улучшение жилищных условий. Фортюр получил по программе молодой специалист. Он ждал где-то года 3-4, наверное. Настроение радостное, веселое. Глава Чувашии подчеркнул, правительство готово помочь с приобретением жилья. Однако его содержание и благоустройство – общая забота управляющих компаний и граждан. Последние должны быть внимательнее и следить за тем, что происходит в коммунальном хозяйстве. Вопросов почему-то много стало в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Или управляющие компании не так управляют своими обязанностями. Если там руководитель на самом деле хочет активы вывести, надо их вовремя приостановить и нанять уже других управленцев. На совещании по итогам поездки Михаил Игнатьев порекомендовал местным органам власти не сдавать позиции. И улучшать показатели в отраслях, которые требуют особого внимания. Начались уборочные работы и все силы надо сконцентрировать на этом. Дарина Игнатьева, Антон Вовка, Республика.